Тут я слушал эфир, очередной эфир информационного агентства Белта, это государственное белорусское телеграфное агентство, ну типа нашего ТАСС или РИА Новости, ну что-то такое. Кстати, хороший канал, мне там нравятся ведущие, иногда там даю интервью, вот, и там выступал какой-то белорусский историк, доктор наук, ну в общем-то, я бы с ним там поспорил, но суть даже не в этом. Вот они сидели и опять рассуждали по поводу этой Косыгинской реформы, по поводу, значит, золотой пятилетки и т.д. и т.п. Во-первых, начнем с того, что вот эти люди, они отстали от жизни, потому что вышло уже огромное количество публикаций и историков, и экономистов, которые доказывают, что, как выразился Григорий Ханин, успехи, так называемой золотой восьмой пятилетки, это статистический миф. Но даже если принять за правду этот статистический миф и согласиться с теми оценками, которые содержались в официальной статистике ЦСУ, даже если согласиться и принять это за чистую правду, темпы развития советской экономики в восьмой пятилетке в два раза уступали темпам развития сталинской экономики с 29 по 55 год, то есть за целую четверть века. Там средний ежегодный прирост валово-национального продукта или масштабов экономики был 14%, а здесь в восьмой пятилетке он едва-едва дорос до 7%. Вот о чем речь-то идет, понимаете? Поэтому мне кажется, что главной ошибкой брежневского руководства стал страх реабилитации Сталина. Отсюда пошло-поехало.